У грибов нет ни корней, ни стеблей, ни листьев, ни цветков. Грибы не имеют хлорофила, они питаются готовыми органическими веществами, которые получают из перегноя почвы. Большинство шляпочных грибов растет в лесах. Лесная почва содержит много органических веществ. Рассмотрим строение шляпочного гриба. То, что мы обычно называем грибом, это только его плодовое тело. Основная часть грибов, многолетняя грибница или мицелий, находится в почве. Грибница состоит из ветвящихся тонких нитей, называемых гифами. Рассмотрим гифы гриба под микроскопом. Гифы многоклеточны. Клетки в них расположены в один ряд. Плодовое тело гриба тоже состоит из плотно расположенных гифов. Вскрыв поверхностный слой почвы, мы увидим грибницу. В некоторых местах грибницы гифы уплотняются и образуют светлые комочки. В течение двух-трех дней эти комочки вырастают и приобретают форму плодовых тел гриба. Шляпочные грибы, у которых на нижней стороне шляпки расположены пластинки, называются пластинчатыми, например, сыроежка, мухомор. Размножаются грибы спорами. У пластинчатых грибов споры образуются на обеих сторонах каждой пластинки. Существуют и трубчатые грибы. К ним относятся белый гриб, масленок и другие. Нижняя сторона шляпки этих грибов состоит из трубочек. Это трубочки в разрезе. Снизу шляпки трубчатого гриба видно огромное количество отверстий. На внутренней стенке каждой трубочки образуются споры. Зазревшие споры разносятся ветром и попадают на влажную почву. При благоприятных условиях споры прорастают, образуются гифы и развивается новая грибница, а затем вырастают плодовые тела. Жизнь многих шляпочных грибов тесно связана с жизнью деревьев. Часто корни деревьев, например сосны, оплетены гифами гриба. При сильном увеличении под микроскопом видно, что гифы гриба не только оплетают корень, но и проникают глубоко в его ткань. Вода и минеральные соли, поглощенные грибницей из почвы, поступают в корни дерева. А от корней грибница получает органические вещества. Такая связь полезна как деревьям, так и грибам. Вот почему березовики растут вблизи берез, рыжики в сосновом и еловом лесах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова